В этот вечер в актовом зале седьмой школы не обсуждали учебные планы. На встречу с одноклассниками и учителями пришли выпускники. Очень благодарны именно тем, кто присутствует сегодня, за то, что вы нашли время, за то, что вы с желанием пришли на эту встречу. Кажется, еще недавно они сидели за партами, ждали звонка на перемену, отвечали у доски. А теперь многие сами стали родителями. Это выпуск 2008 года, самый многочисленный на сегодняшний день, кто посетил седьмую школу 3 февраля. Итак, привет, ребята! Расскажите, что изменилось в школе? Приятно ли вам видеть своих одноклассников, друзей? Настарели немножко наши одноклассники? Ну, конечно, приятно, тем более, что практически каждый день я их вижу. Меня можно вычекнуть с детства. Вспоминаешь школьные годы, веселье, ну и все, что было с нами хорошего. Какой любимый предмет был? У меня раньше был предмет, физкультура. У меня потому что единственные были пятерки. В седьмой школе свои традиции подготовки вечеров, встречи выпускников. За несколько недель начинаются активные репетиции, переписка в социальных сетях. Кристина Прихоченко воспитывает маленькую дочку. Несмотря на занятость, приглашение прийти в родную школу приняла не раздумывая. Хочу поздравить всех с нашим десятилетиям, пожелать всем удачи. С кем общаемся, с кем уже и виделись, давайте не забывать друг друга, встречаться уже с семьями. Сценарий праздника выпускники готовили сами. В организации концерта помогли и нынешние ученики семерки. В программе песни, танцы и выступления театра моды. Воспоминания о детских шалостях и крепкой дружбе, первом звонке, важных экзаменах и волнительном выпускном. Вечер встречи – это шанс увидеться с одноклассниками и любимыми учителями. К сожалению, никто не пришел с начальничкой, но очень хотелось бы их увидеть. Это, конечно, как первая любовь, она не забывается. Это наша речка Татьяна Ивановна и зыбенная Лидия Арсеньевна. Учитель географии Анна Прокопьева работает в седьмой школе уже 10 лет. Всегда тепло вспоминает своих учеников. Из всей моей педагогической деятельности у меня один класс, который я вела именно на протяжении всей жизни в школе. Это дети, которых я никогда не забуду, очень добрые. Когда я приходила в школу, они меня обнимали, целовали, ко мне прижимались. И я про все забывала плохое. И даже сейчас, когда они заходят в школу, я всегда плачу. В зале выпускники разных лет. Эти ребята закончили седьмую школу в 99-м. Несмотря на то, что многих спустя годы разбросало по миру, они стараются ежегодно встречаться и поддерживать связь. На сегодняшний день у нас кто-то живет в Таиланде, кто-то живет в Уфе, кто-то в Казани. То есть кто смог, у нас приехали в Тюмени. Наши одноклассники мы очень чему рады. Эта школа, конечно, немножко поменялась, но она всю нашу семью связывает. Вот здесь учился я, моя сестра, моя племянница. Скорее всего, моя дочь сюда тоже пойдет. Поэтому здесь все поколение Цепиловых. Встреча выпускников завершилась совместным фото. Бывшие одноклассники обещали, что в следующем году обязательно встретятся вновь в стенах седьмой школы. Катерина Дементьева, Алексей Николаев. Специально для новостей.